Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Там, где провал, я хочу знать, кто это был, что это было, и давайте это в порядок приводить. Подчищать следы заставят подрядчиков, которые после ремонтных работ оставляют территории в разбитом состоянии. Они отдали жизнь нам, чтобы мы были под мирным небом над головой. День памяти и скорби. Сегодня анапчане вспоминали земляков, павших в Чеченской войне. Затронули самые тонкие струны в душе. Культурные выходные. В Анапе прошли сразу две литературные премьеры и не только анапских писателей. Прямой разговор. На прием главе Анапы обратились жители многоквартирного дома по улице Рождественская, 57. Четвертый год. Люди ждут, когда в их дом придет газ. Юрий Поляков поставил вопрос ребром перед застройщиком и руководителем предприятия «Анапа-Гургаз». На приеме главы Анапы с одной стороны жертвы недобросовестного застройщика, с другой прямые свидетели его игр с законом. Одна проблема тянет за собой другую. Сначала копеечная стоимость квартир, потом неисполненные обязательства. В договорах написано 50 тысяч рублей. Мы купили квартиры по 50 тысяч рублей. А остальные за что? Как так отдали? Купили за 50 тысяч рублей. Можно расторгнуть договор на сегодняшний день и все. Стас, послушай. Но вы же хотели подешевле купить. Мы хотели. Юрий Федорович. Вот вам результат. Многоэтажка на Рождественской, 57, четвертый год стоит без газа. Магистральный газопровод к участку жилой застройки построил межрегион «Газ Краснодар». Смонтировать сети внутри дома – обязанность застройщика. Он обязан, этот застройщик, выполнить их условия. Теперь узнаем. Дом сдан в эксплуатацию? Не сдан. То есть мы его в эксплуатацию, администрация, не принимали. Потому что у него не было газа там, того, того. Он пошел в суд, в суде, ввел его, а не в эксплуатацию, а право собственности, а признал на свой дом. Но это его дело. В телефонном режиме застройщик обещает. Документы на подключение он подпишет уже на этой неделе. Ростехнадзор начал приемку оборудования. И это подтверждает представитель «Анапа Гургаза». Почти вся разводка выполнена. Там осталось немножко. То есть у нас корпус один, две квартиры всего не смонтированы. Корпус два, одна квартира не смонтирована. Но третий корпус четыре и четвертый корпус четыре квартиры не смонтированы. То есть их надо доделать уже в монтаже. А какую он хочет секцию опустить первую? Я думаю, корпус два тут больше всего готовности. То есть уже из 50 квартир 45 приняты технадзором. И все-таки глава города делает контрольный звонок руководителю ресурсоснабжающего предприятия и добивается от нее конкретной даты. Нина Николаевна, а когда примерно газ будет, а? Ну, Юрий Федорович, пока людей оформят. Я думаю, не раньше, чем 20-го числа. Нина Николаевна, ну люди уже в второй раз и в прокуратуру приходили на приеме у нас с поляком. Тема безответственного строительства тут же получила продолжение. На приеме у Юрия Полякова еще один желающий построить многоэтажку в Анапе и создать проблему муниципалитету. По генплану можно 8 этажей, но хочется 19. Негативно на это смотрю, на эти 19 этажей. Очень негативно. Мы отказали, потому что у нас ограничения в том районе по этажам. По генплану? По генплану, по правилу, до 8 этажей. Все, 8 этажей, больше разговора не будет. Нет, вообще не уважать, не город, а ничего. Мы бьемся со всем этим, чтобы не было высоток, застроя в городе. 24 этажа вообще. Нет, 19. Ну, 19. Сколько квартир? 200. В состоянии обеспечить 200 парковочных мест? 200 нет. 200 нет? Ну, а для чего? Вы же местные, для чего вы это строите тогда? Вы хотите, чтобы вокруг дома машины все стояли? Скажите, а в садик эти 200 детей куда ходить будут? С вашего дома. Бизнес бизнесом, но нагреть не стоит. Вот краткое резюме Юрия Полякова. Незадачливому строительству в обращении отказано. Как идут работы по благоустройству города, проверил глава Анапы. Юрий Поляков прошелся по улицам, где дорожники производят ямочный ремонт. Какие поручения прозвучали в ходе объезда в нашем материале? Соблюдать график ямочного ремонта и делать все быстро, пока дает погода. Юрий Поляков на улице Заводской. Обращает внимание, дорога в плачевном состоянии после разрытия. Мы четко соблюдаем график ямочного ремонта, хотя погодные условия у нас не очень-то соответствуют. Но надо это делать. Я вам даю поручение. Вы разберитесь, пожалуйста, чтобы мы за кем-то там не подметали потом, что это за штраба и почему она до конца не доасфальтирована. То есть возьмите бумаги в водоканале, что проводили отсюда, почему проваленные люки и привести это в надлежащее состояние. Аналогичная ситуация и на Таманской. Вернуть подрядчика на объект и заставить восстановить асфальт. Поручение главы. Я опять обращаю ваше внимание. Вот мы это делаем, да, а вот обратите внимание на тот провал. То есть опять же таки возвращаюсь к тому, что вот там провал должны ремонтировать те, которые там проводили. И вот прям по каждой улице, где мы делаем, мы делаем это тут, где провала не было. А вот там, где провал, я хочу знать, кто это был, что это было. И давайте это в порядок приводить, находить эти. На обратном пути Юрий Поляков заезжает на улицу Гоголя. Здесь уже сделали карманы под лавочки. Обещают до конца недели завершить их установку. Картину портит мусор, оставленный на газонах. Ни центр города, ни обновленный вид аллеи жителей, похоже, не останавливает. Существует график вывоза мусора. Машина прошла, собрала мусор. Они через полчаса взяли и опять вынесли. И у нас вот это будет до следующего проезда лежать. Собаки разорвут сейчас, растянут, будут говорить о том, что грязный город. Но если такая тематика существует, давайте им тогда поставим бачки контейнерные с площадкой. И пусть туда весь квартал им несет этот мусор. Но у нас варианта, а какой? Я другого выхода просто не вижу. ТОСы, МОН-контроль, нацелить, направить, вплоть до того человека поставить. Пусть ездит, каждый день здесь смотрит. Как кто-то вынесет, придем с телевидением, покажем и скажем, что это негодяй, который у нас в городе занимается вот такими вещами. Еще свежо в памяти у анапчан, как раньше решалась проблема. Тем, кто игнорировал правила, мусор возвращался во дворы. Не исключено, что эту практику возобновят. В День Героев Отечества в анапское небо взмыли шары цвета гвардейской ленты. Школьники собрались у стелы воинской славы, чтобы почтить память павших и отдать дань уважения живым. Все они сегодня являются примером для молодежи города-курорта. Ребята, каждый из вас герой. Просто знайте это и верьте. Героизм – это ежедневный, кропотливый труд. Это честное исполнение своих обязанностей. Это хорошая учеба в школе. Это получение и закрепление тех навыков, которыми вы пытаетесь овладеть каждый день. И, безусловно, каждому из вас выпадет шанс их применить и стать по-настоящему героем. Над сохранением памяти о героях, которые родились в городе-курорте или совершили подвиг на анапской земле, сегодня трудятся краеведы, а также участники местного отделения военно-исторического общества. В минувшем году организация выиграла грант с проектом «Дорогами Победы». Минувшим летом на специальных экскурсиях по памятным местам побывали более трех тысяч студентов, школьников, жителей и гостей города-курорта. О героях и их доблестных подвигах говорили и в Центральной библиотеке на встрече поколений. Патриотический час, мужество, доблесть, слава открыл для школьников новые страницы истории и имена, которыми гордится Анапа. Мероприятие организовала Центральная библиотека совместно с Центром патриотического воспитания молодежи Ратмир и Анапским отделением Российского военно-исторического общества. На встречу к ребятам пришли почетные гости. Полковник пограничных войск запаса Александр Михайлов, брат героя России Вячеслава Евскина Олег Евскин, ветеран боевых действий в Афганистане и Таджикистане Виктор Льготин и историк Валерий Валиев. Школьникам рассказали о героях прошлого и настоящего, об истории создания этой памятной даты. Безусловно, 9 октября – праздник мужества и патриотизма. Ратные и трудовые подвиги героев Отечества всегда будут жить в сердцах потомков, оставаясь для молодого поколения примером настоящего мужества и несгибаемой воли. Анапа – это очень интересный город с точки зрения истории. Две тысячи с половиной лет – это древнегреческая крепость Горгипия, а затем важнейшее событие, когда Анапа стала российским городом. Впервые ее завоевали российские войска в 1791 году, 22 июня. И, конечно, годы Великой Отечественной войны. Мы все прекрасно ценим то, что в боях за Анапу и в прилегающих районах очень много россиян получили высокое звание Героев Советского Союза. А сегодня отмечается День памяти погибших на Северном Кавказе. Анапчане собрались в сквере боевой славы, чтобы отдать дань уважения павшим воинам. Беспощадная война оставила свой след и в истории города-курорта, отняв жизни десятков наших земляков. Студенты, школьники, представители администрации, горсовета, казаки, а также сами ветераны Чеченской войны возложили цветы у памятника солдатам, погибшим в горячих точках. Десять лет продлилась, как называют ее историки, бессмысленная война на Северном Кавказе. Около 15 тысяч солдат так и не вернулись домой. 20 из них – анапчане. Каждого погибшего земляка вспомнили поименно. Родителям павших на войне солдат выразили соболезнования. Со скорбью отношусь к тому, что родители потеряли самое ценное – это своих сыновей. И Кубань, и Россия, и город. Воинская слава Анапы будет помнить это. Я хочу поблагодарить всех, кто помнит эту дату, кто здесь собрался. И всем живым здоровья, успехов, всего вам самого хорошего. А вам, уважаемые родители, низкий поклон. 18-летние пацаны и такого же возраста командиры выстояли и не дали разделить нашу великую Россию. Больше сотни человек собрались у вечного огня. Школьники и студенты пришли на митинг со свечами в руках. Представители анапской молодежи не пропускают ни одного памятного мероприятия. Благодаря патриотической работе, которой в Анапе уделяется огромное внимание, они знают историю, героические имена, и им всегда есть на кого равняться. Они отдали жизнь нам, чтобы мы были под мирным небом над головой. Эти эмоции нельзя описать, к сожалению. Это каждый должен сам чувствовать у себя в душе все-таки. Очень волнительно, эти эмоции не передать словами. Всегда хожу на подобные мероприятия. К памятному знаку воинам, погибшим в локальных конфликтах, святые цветочные корзины возложили глава Анапы и заместитель председателя городского совета, а также представители общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и все неравнодушные анапчане. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Война в Чеченской республике началась задолго до ввода российских войск в Грозный в конце 1994 года. Так считает один из участников боевых действий. Мы встретились с профессионалом и тем, кто оказался на передовой, будучи срочником. Село Гойты, 2005 год. Синим цветом обозначено место, где, согласно оперативной информации, находились главари бандитского подполья. Красным обозначен контрольно-пропускной пункт, место службы Сергея Чернякова. В 1991 году он поступил в отряд милиции особого назначения. Пару лет спустя, выполняя задачи в зоне Осетино-Ингушского конфликта, ему приходилось общаться с жителями Чечни. Вы посмотрите на меня, смотрим на него там обычный пастушок такой, да? Ну и что ж тебе необычного? Он говорит, а вы посмотрите на меня через пять лет. В 1993 году Сергей переехал в Анапу. В отделе милиции по расследованию убийств возглавил группу захвата. В середине 2000-х написал рапорт и отправился в полугодовую командировку. Почему? За несколько минут, как говорит он, сам не объяснить. С одной стороны, ностальгия по чувству локтя, боевому братству. С другой, вера в собственные силы. На фотографиях содержимое выявленных тайников с оружием и боеприпасами. За кадром по-настоящему опасное задание. Все вот эти вот дикие гуси, которые говорят, да мы сейчас там поедем, да мы сейчас там повоюем. Ну и в таком ключе, вся вот эта бравада, она заканчивается, наверное, при ощущении первых выстрелов. Вот тогда, когда ты не просто мозгами, а всем, наверное, всеми клеточками своего организма чувствуешь, что ты находишься в прицеле. В чьем-то прицеле. Вот здесь не просто мурашки бегают. Константин Келесиди служил срочно во внутренних войсках. В 1999 году оказался в Дагестане, куда из Чечни прорвались террористы. Провел на передовой 4 месяца. Этого, по его словам, хватило, чтобы пересмотреть жизненные приоритеты и ценности. Однажды взяли высоту. Начальство всем объявило благодарность. Шальная пуля ранила товарища, отскочив от брони. Чудом остался жив. А когда колонна попала в засаду, погибли десятки бойцов, в том числе земляки. Все очень быстро. Ты пока поймешь, что происходит. Быстро попадали, с брони попрыгали. Что-то взрывается, что-то горит. Потом уже начали более осознанно. Да, перестроились, уже начали отбиваться. А Эдика и командира разведки по Лиде, их тела потом нашли. То есть, их еще раненых добивали. Пацаны еще живы были. И для меня самое тяжелое было уже, когда я демобилизовался. В тот же день, вот я только с автовокзала пришел на квартиру домой. И его отец ко мне пришел. Расскажи мне, как погиб твой сын. Вот этот момент я никогда не забыл. По словам ветеранов, ценность любой человеческой жизни неизменно велика. Самая главная победа – избежать войны. Однако, если столкновение неизбежно, то, как в знаменитом фильме, есть такая профессия. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. На заседании Совета общественности микрорайонной Южной подвели итоги субботника в микрорайоне 3Б, где, согласно генеральному плану, расположится новая школа. Кроме того, в непосредственной близости от домов планируется обустроить территорию для отдыха. Субботник состоялся две недели назад. Его основная задача – расчистить многолетние заросли травы и кустарника, а также убрать мусор. Благодарностями территориального общественного самоуправления отметили работников Анапского зеленстроя, представители компаний «Коммунальщик», «Чистый Анапа» и «Кристалл». Они поддержали инициативу инвентарем и техникой, погрузчикам, грузовыми автомобилями. Также в уборке приняли участие старшеклассники из школы номер 7 во главе с классными руководителями. Благодарностями отметили и телерадиокомпанию «Анапа-регион». В этот раз не только за информационную поддержку. Наши сотрудники также внесли свой вклад в наведение порядка в микрорайоне. И это только первый шаг, отмечает координатор ТОС. В перспективе на очищенной территории планируется создать новую зону отдыха. Планируем обустраивать дополнительные скверы отдыха. Это по Ленина между 175 и 177, где находится ваш «Анапа-регион». Значит, увеличивать скамейки зеленого отдыха по Ленина-Мелькова. В минувшие выходные анапский писатель Сергей Левин презентовал свою новую книгу «Приключения черноморского дельфиненка». Познакомиться поближе с творчеством поэта и прозаика собрались школьники, члены литературных объединений и многочисленные почитатели таланта Сергея Левина. «Добрые страницы» – такое впечатление от знакомства с книгой о дельфиненке Антохе, который живет в окрестностях Анапы. Интересно, захватывающе и вместе с тем поучительно описывается путь взросления от малыша до подростка. Новое произведение Сергея Левина учит детей доброте, взаимопомощи и другим вечным ценностям. По словам автора, написать книгу для детей было неким экспериментом. В результате Краснодарское издательство, с которым сегодня сотрудничает анапский писатель, само вышло с инициативой выпустить ее вторую версию. После того успеха, я считаю, что это успех, который сейчас второе рождение дельфиненка сопровождает, я начал задумываться о том, чтобы написать что-нибудь для детей. Но не знаю еще, что это будет, но, скорее всего, это будет какая-то сказка. Творческий процесс у анапского писателя непрерывный. Сейчас он работает над издательством повести «По ту сторону лета», антологии и других произведений, которые так или иначе касаются жизни, истории и природы родного города. Отсюда же, как признается автор, он и черпает вдохновение. И вдохновляя читателей, это было заметно по настроению присутствовавших на презентации. Мне очень понравилось, было тепло и душевно. Хотелось бы прочитать все и особенно концовку. Я слышала, она лирическая и такая, какой и должна быть. Что касается этой книги, у меня исключительно очень положительные эмоции после сегодняшней презентации. Мы будем надеяться, что это будет не последняя книга и будем рады, ждем. Новая книга способна увлечь не только ребенка, но и взрослого читателя. Легкий слог и захватывающие сюжеты, где каждая глава – это отдельная история, повествует о вечных ценностях, о природе и узнаваемых местах не только Анапы, но и других районов Краснодарского края. Анапского дельфиненка уже можно встретить в книжных магазинах Кубани. Идеально подходит не только для домашнего чтения, но и в качестве литературного сувенира, который можно ввести с собой на память. Ирина Меркурьева, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И еще одна литературная премьера. В Анапе, на берегу Черного моря, известные краснодарские писатели, журналист Наталья Тованчева и поэт Светлана Лаврентьева представили книгу «Без тебя». Это своеобразная литературная мозаика, из небольших фрагментов которой, стихов, рассказов, читатель сможет составить свое представление об окружающем мире. Книга необычна тем, что знаковые рассказы в ней проиллюстрированы стихами. Чувства героев становятся осязаемыми в текстах Светланы Лаврентьевой. Сделаны из простых и сложных вещей в равной степени. И тут уже вопрос читательского мастерства. Вот для меня всегда задача, чтобы уровней было много. Я вообще не люблю плоское. Безов там на самом деле нет. Там есть люди, живые люди, которые чувствуют, которые думают, плачут, смеются, любят, разлюбливают. Просто люди, а бесы, они внутри у каждого из нас. Если читатель любит читать о том, что происходит сейчас, с такими же какими людьми, находить себя в героях, вот это, наверное, для такого читателя. Анапский читатель тепло принял новинку. Атмосфера творческого вечера располагала к общению. Многие отметили, что стройки из книги оставляют долгое послевкусие. И Наталья, и Светлана затронули самые тонкие струны в душе и открыли совершенно новый, очень, можно даже сказать, глубокий и интимный мир. Здесь же Светлана Лаврентьева презентовала и новый поэтический сборник «Четвертая отрицательная». Оба издания уже доступны для читателей. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает привычные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует.